Давайте порешаем теперь задачу вот с тем же условием, которое у нас было. Значит, у нас машина едет со скоростью 20 метров в секунду по Си-Х и начинает падать с обрыва. Наш вопрос, где я должен поставить кораблик для того, чтобы поймать эту машину? Ну или ладошку огромного динозавра. Да, прямо у воды. Да, высота до сюда 10 метров. Из прошлого задачи я записал решение, просто чуть упростил его. Ну, не решение, а формулы. Вот у меня две формулы, по которым машина летит. Что важно понимать? Что в тот момент, когда машина упадет в море, то есть вот здесь, когда она будет прямо у моря, она будет двигаться по оси Х ровно столько же времени, вот этого времени, сколько она будет двигаться времени по оси У, да? Т в момент падения будет одним и тем же. То есть машина одна, да? И она летит одно и то же время. Просто это время она входит в обе формулы. Это важно понять, да? Что машина упадет по обоим формулам в одно и то же время. И через это время мы сможем соединить формулу. То есть мы хотим найти, как далеко от начала координат по оси Х я должен поставить свой корабль. То есть как далеко пролетит машина. Я хочу узнать Х через какое-то время. Но я не знаю, через какое время машина упадет. Чтобы найти, через какое время машина упадет, я должен вот из этой формулы найти время. Как это сделать? Давайте попробуем. Запишем сначала мою формулу для У. Ут равен 10 минус 5т в квадрате. Давайте подумаем, когда машина упадет, чему будет равен ее У. То есть ось У, вот она. Вот 0 У. Она падает отсюда с 10 метров. Когда она падает, У будет равен в тот момент, когда она падает 0. Поэтому мы можем приравнять формулу, записав ее так. 10 минус 5т в квадрате, я использую букву фин, как финиш, конечное время, время полета, равно 0. Согласны? То есть его позиция по У будет равна 0. Отсюда легко найти время. Вы для себя переделаете формулу, я просто напишу ответ. Т равно 10 делить на 5 квадратный корень равен корень из 2 секунд. Это t конечное, то сколько времени он летел. Если мы знаем, сколько времени он летел вниз, мы знаем, сколько времени он летел вперед, ровно столько же. Теперь вставляем это время в нашу первую формулу для х, вот сюда. Ну и находим х от, я здесь напишу t, напишу вот так, х от корня из 2. Да, потому что он летел корень из 2 секунд. Ну, это примерно 1,4 секунды, мне просто не хочется доставать корень. Равно 20 умножить на t конечное. Я специально формулу расписываю очень много. 20 умножить на корень из 2. Ну, приблизительно это будет равно 20 умножить на 1,4, где-то 28. Да, приблизительно 28 метров. Так решаются задачи на двухмерное движение. Вот самое простое, когда что-то падает сверху. Да, вы берете, самое главное здесь понять, что время, которое вы летите, одно и то же для обоих случаев. На втором месте, что важно понять, что здесь, в вашей формуле, десятка должна быть с минусом, потому что вы выбрали ось координат, которая смотрит с ускорением в разные стороны. Потом задача не должна быть очень сложной.